Это был Януш Корчак, который в начале прошлого века создал эту идею инклюзивного образования. Именно Януш Корчак в начале прошлого века нашел и создал идею инклюзивного образования. Януш Корчак был педиатром, педагогом и писателем. И Януш Корчак дал нам весь необходимый инструментарий для того, чтобы ввести в рабочий процесс детей с ограничениями в нашей школе, детей с физическими, интеллектуальными или проблемами поведения. Но работать в классе с детьми, у которых есть определенного рода проблемы, ограничения, бывает крайне тяжело. И поэтому Януш Корчак сказал воспитателям и кроаторам групп, а также и всем нам. Самое важное. Вы должны узнать себя, прежде чем начнете воспитывать и учить детей. Корчак возглавлял приют, который назывался Дом-сирот в Варшаве. И в этом детском доме у него было очень много детей с ограничениями и различного рода проблемами. У этих детей часто были проблемы с поведением, а также многие из них пережили травмирующий опыт в прошлом и были в плохом состоянии здоровья. Таким образом. Это основная идея. Как же нам управиться в классе с двадцатью, в некоторых случаях и даже с тридцатью детьми за раз? Слишком много. Как учитель может с этим справиться и держать внимание класса? Это школьная система Нидерландов. С четырех по двенадцать лет происходит начальное обучение. В четыре-пять лет дети идут в детский сад. С двенадцати до семнадцати или восемнадцати лет продолжается обучение в средней школе. Дети с рядом не проблема ограничений физического и интеллектуального характера, а также с проблемами поведения и обучения, обучаемости, их отправляли в спецшколы различных видов. Видов этих было действительно много. Для слепых и глухонемых. Для детей с агрессивным поведением. Для парализованных инвалидов. И затем пришло осознание, что не нужно рассылать детей по разным видам школ. Дети должны учиться вместе. И теперь у нас новая система. Ее слоган «Вместе в школу». Таким образом, дети с проблемами интеллектуального характера или проблемами с поведением, с ограничениями физического характера все вместе и идут в один класс. Таким образом, теперь в этом классе Учителю приходится разбираться сходу и улаживать все проблемы прямо в классе с детьми-аутистами, детьми с медленным тэпом обучаемости, дислектиками, гиперактивными и детьми с синдромом дефицита внимания и т.д. Представьте себе, вы учитель, перед вами сидит 30 детей, а среди них еще 5 или 6 детей с этими проблемами. Вышеперечисленными проблемами. Как с этим справиться? Таким образом, министр образования Голландии сказал, Хорошо. Это очень сложно. Очень трудно. Очень трудно. Но мы вам поможем. Но вы тоже должны быть очень активны. Но и вам тоже нужно будет достаточно весомо вложиться. Во-первых, вы сможете поспользоваться услугами специалиста, который будет сидеть в классе и наблюдать. И выявлять различные проблемы в процессе. И этот специалист будет объяснять, что может сделать преподаватель в данной конкретной ситуации. А также вы должны кооперироваться с родителями и общаться с ними. Может быть, папа, мама, родители, родители сказали, Нет, я хочу, чтобы мой ребенок отправился в специальное институте. Это лучше. Может быть, родители скажут, что лучше, чтобы их ребенок отправился в спецшколу. Это будет лучше для него. Конечно. Конечно. Есть дети, у которых по-настоящему тяжелое состояние. Вроде глухонемы или слепые дети. Дети, страдающие с синдромом Дауна. Или с крайне тяжелой формой эпилепсии. Или с какими-либо психическими отклонениями. Для этих детей мы оставим спецшколы. Это слишком сложно, слишком сложно иметь таких детей в классе. В классе управляться с такими детьми действительно может быть слишком сложно. Как может быть, в этой новой ситуации нужно так много разных детей? Может быть, в нашем стране, мы сейчас имеем огромный проблем, что мы имеем в больших городах, как в Амседдаме, в Роттердаме. Мы имеем много детей из эмигрантов. Из Сирии, Марокко, Африки, Ирак. Так как преподаватель может справиться с этой ситуацией, отвечать такому большому количеству потребностей, потому что у нас сейчас в крупных городах, в Роттердаме и Амстердаме, например, есть проблема того, что не проблема, но много детей-иммигрантов, детей, которые не знают язык. Детей из Ирака, из Сирии, Афганистана и так далее. Но, обратно к Горчаку. Каждый ребенок одинаковый и имеет право на своем развитии. Нужно держать в уме одну простую истину. Каждый ребенок уникален, и у каждого из них есть право на развитие. Но как же этого добиться? Я даю вам некоторые идеи. Вы, в России, не можете имитировать этот систем. Я дам вам несколько направлений. Конечно, вы в России не сможете полностью имитировать нашу систему, потому что это другая страна, другие реалии. У вас другая система образования. Но я дам вам пару мыслей, которые вы можете развить и внедрить в процесс образования. Во-первых, несколько школ в одном и том же районе могут работать сообща. Несколько школ, около десяти в одном и том же районе могут создать некую совместную структуру. Все эти школы имеют общий опыт и общие ресурсы. Например, я знаю одного учителя. Я знаю одного учителя, у него был ученик с очень серьезной формой аутизма. Он не знал, что делать с этим ребенком. Но в другой школе, которая была неподалеку, был специалист, который с этим имел опыт общения и работы с аутизмом. Таким образом, ребенка перевели в ту школу и школы друг другу помогли. Иной вариант решения. В этом большом районе есть спецшкола. И в ней есть преподаватели, которые знают, как работать с детьми с особыми нуждами. И эти преподаватели, которые работают с особыми детьми, могут давать советы. Но это не достаточно. Министерство образовательным преподавателем. Министерство образования может также направить определенных специалистов, как специалиста-психолога при школе, психотерапевта и специальных преподавателей, умеющих работать с этими детьми. И эти специалисты могут присутствовать в классе от шести до восьми часов в неделю, чтобы помочь преподавателю общеобразовательного направления. Однако мы придумали новую систему. Мы разработали ее из идеи Монте-Сори, потому что она сказала, что один ребенок может помочь другому ребенку. И мы ввели кооперативное обучение в классе. Мы разбиваем детей на маленькие группы максимум в четыре человека. И в эту группу включены дети с проблемами различного рода. И они работают вместе как маленькая кооперативная группа. И в этой группе они работают сообща над решением поставленной задачи. Таким образом они вместе пытаются решить задачу, поставленную преподавателем. В основе этого процесса лежит идея, состоящая в том, что сильный ученик также преуспеет в процессе, как и слабый. В своем ключе. В前 работе должны получить идея и женскаяkarна, состояние очереди, supportive, поддержку и поддержку. Слабый ученик получит пользу от этого, потому что ему объяснят, его поддержат и вдохновят на решение задачи, а сильный ученик получит пользу за счет того, что он будет учить и он лучше усвоит материал за счет этого на более высоком уровне понимания, за счет объяснения этого материала. И это совместное обучение крайне важно по пяти причинам. И пять основ заложено как идеи этого. Это позитивная взаимозависимость учеников, индивидуальная ответственность, личная ответственность, прямое взаимодействие между учениками, способность к командной работе и оценка работы группы. Таким образом, у вас есть четыре ребенка, у каждого из них есть своя роль. У вас есть начальник группы, ответственный за материалы группы, ученик, который следит за тем, чтобы все молчали и не шумели, ученик, который следит за временем и также тот, кто пишет или рисует и тот, кто вдохновляет всех и, что называется, является лидером группы. За счет того, что у учителя появляется больше времени, потому что он раздает задания, а дальше дети работают самостоятельно в группах, у него появляется больше времени, чтобы работать с детьми с особыми потребностями. Я бы мог сейчас разобрать это более подробно, но я думаю, что вы уже имеете некое представление о том, как работает эта система. Как идея – это хорошо. Но в чем проблема? Наши молодые ученики из института приходят в школу и уходят в большую классную комнату с этими проблемами, пять, шесть, семь детей с проблемами. После университета молодые учителя приходят в эти школы, в эти большие классы, и у вас шесть, семь таких учеников. И как это решить? Как справиться с этим? Я общался с многими школьными учителями. Даже с учителями, которые работают уже десять или двадцать лет. Наши классы слишком большие. Я не могу с этим справиться, я не могу сорганизовать учеников, говорят они. И теперь мы в нашем парламенте обсуждали, что идея – это хорошо, но вы должны сделать школы маленькие. И вы должны сделать больше денег для поддержки, больше специалистов, больше терапевтов, больше помощников в классе. А так же, система будет коллапсироваться. Сейчас у нас происходит в парламенте разговор о том, что идея хороша, но классы слишком большие, их нужно сделать меньше, и нам нужно больше финансирования для реализации этой идеи на должном уровне. И сейчас вы имеете представление о проблемах образования в наших школах. Продолжение следует.